все привет дорогие друзья садоводы огородники и все те кто интересуется загородной жизнью сегодня я нахожусь под таким фиолетовым светом а значит я в теплице и значит скоро в ней появятся растения и сегодня для них я буду готовить землю земля моя теплица неплохая мне грех жаловаться но все-таки каждый год я ее дорабатываю в первую очередь мою землю мой чернозем густой нужно разрыхлить для этого я использую перлит и вермикулит я его беру вот в таких больших мешках и добавляю так знаете не жалею че точные пропорции сказать вам не могу делать на глаз смотрите по своей земле ну где-то 10 процентов от основного грунта в принципе возможно перлит и вермикулит они в принципе похожи если у вас есть что-то одно будет достаточно не очень хорошо удерживают влагу растение нужно будет меньше поливать и земле становится как бы легче питание я не добавляю в грунт за небольшим исключением непосредственно в лунку я могу добавить биогумус либо перегной из своей компостной кучи так основное питание растения у меня получают по листу и так сейчас я занимаюсь грядкой под редис и и и я внесу еще немного за луны и приступлю уже к посадкам об этом я вам расскажу в следующем видео так далее для обработки почвы я использую биологический фунгицид препарат это называется трихоцин раньше я использовал фитоспорин фитоспорин является также биологическим препаратом но трихоцин создан специально для почвы он подавляет все почвенные инфекции и поэтому этот препарат для земли мне нравится больше трихоцином грунт нужно обработать всего лишь один раз но из-за того что бактерии начинают работать не сразу нужно выждать один или три дня то есть как обычно у меня происходит я внесла разрыхлители в почву сейчас я хорошо землю пролью завтра она напитается влагой то есть у меня получается два в одном и напитывается влагой земля и начинает работать препарат и завтра уже я буду сажать редис а тут вот идут два таких вот пакетика не по 6 грамм 6 грамма растворяется в 10 литровой лейки надеюсь сегодняшнее видео было для вас полезно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки с вами был ваш нетипичный фермер пока